Так, ну что, друзья, я рад вас видеть, кого-то сегодня уже повторно, кого-то сегодня еще только в первый раз, на нашем стриме, посвященном разбору Motion Design Student. Сегодня наша задача вот какая. Ваша задача была, тех, кто здесь присутствует, многих, присылать работы в специальную форму. И я отобрал несколько работ, про которые сегодня хотелось бы поговорить, которые хотелось бы разобрать и, возможно, где-то что-то подсказать лучше. Вот, наша сегодняшняя задача, разбор, собственно, ваших Motion работ, ваших Motion работ, которые вы прислали. Соответственно, для тех, кто смотрит запись, для тех, кто смотрит запись, я напоминаю, что мы находимся с вами на Profile School. На Profile School. Соответственно, Profile School это одна из крупнейших в русскоязычном сегменте школ по обучению творческим профессиям, как мы уже с вами знаем, по шести направлениям. Это графика, фотография, видео, 3D, аудио и искусство. Соответственно, за более чем 11 лет на рынке школа выпустила 70 тысяч студентов. И прямо сейчас можно записаться аж на 60 курсов параллельно в школе, соответственно. Ну, со мной вы уже знакомы. Меня зовут Никита Чесноков. Я являюсь преподавателем. Я являюсь непосредственно преподавателем школы Profile по направлению видео и по направлению 3D-графика. Я являюсь Motion дизайнером. И как раз таки я буду сегодня для вас обозревать то, что вы прислали. Данный стрим проходит, как всегда, в поддержку акционных каких-то фишечек. И в данном случае летние акции в Profile School. Летняя акция в Profile School в рамках которой и проходит сегодняшний стрим. И, соответственно, скидка 30% на все курсы в Profile прямо сейчас продлена до 10 июля до 12 часов по Москве, соответственно. Помимо скидки в 30% вы можете, как всегда, использовать рассрочку, как обычно. Вы можете, как всегда, использовать непосредственно данную возможность и нововведение. Школа Profile с точки зрения именно ваших скидочных решений, которые дают вам больше возможностей как-то грамотно распределять твои затраты на курсы. Это карточки, скидочные карточки учащихся. Новая такая штука. Вот, соответственно, в период с 25 июня по 10 июля вы можете получить персональную скидочную карточку учащегося. Соответственно, есть три статуса карты, есть три типа карты. Это золотая, пластинная и бриллиантовая. Вот, как в магазине. Соответственно, золотая карта это постоянная скидка на курсы 10%. Вот, чтобы ее получить нужно купить два курса полноценно. То есть, не в рассрочку, а именно полностью оплатить. Пластинная карта это постоянная скидка на курсы 20% вне зависимости от каких-то акций. За это вам надо купить три курса, соответственно. И бриллиантовая карта это 30% скидка на... Постоянная скидка на все курсы, которые есть и будут в профайле. За, собственно, покупку полную четырех курсов. Новая, так скажем, история, которую вы также можете пользоваться для того, чтобы, опять же, копить себе вот эти скидочные истории. И потом в итоге на все курсы иметь 30% скидку. А плюс, что там какие-то акции и все это суммируется. И вы вообще там за халву, грубо говоря, будете получать весь обучающий материал. Поэтому, так скажем, присмотритесь. В целом, довольно интересная вещь. Соответственно, это что касается вот этих вот маркетинговых историй, в рамках которых проводится сегодняшний стрим. Ну и, так скажем, давайте теперь, собственно, к стриму. Задача какая? Вы присылали несколько работ. Вот Сергей Малкин пишет, можно моя работа последней? Я боюсь, что твои работы сегодня вообще не будет. Почему? Потому что, ну, во-первых, работы присылались довольно большим количеством людей. Во-вторых, работы отбирались несколько дней назад. Вот. Собственно, Елена, кстати, у нас сегодня открывает хит-парад. Хит-парад. Давайте посмотрим, что у нас тут прислано. Вот. Вот Елена Франк, пожалуйста. Вот. Сразу работа. Сразу исходнички. А если там где-то что-то в папке, ну, естественно, я даже не полезу смотреть. Так, давайте почитаем записку. Что там нам Елена написала? Это, на самом деле, довольно классная работа у нее. Вот. Итак, исходники, рефордс, кадровка. Это все замечательно. Так, это работа из конкурса Сбермаркетинга. Судя по всему. Да, есть такие конкурсы. Вот, видимо. А, соответственно, задача была какая? Давайте мы почитаем техзадание. Привлечь нового сотрудника в команду в Бермаркетинге. Чининг за анимированный. Киевизуал, который будет в консультационной надежной площадке. Должен быть анимирован, неси себя приглашением на работу и почту для обратной связи. Хрометраз, 3-7 секунд нам дает Сбербанк. Вот. При создании кивизуал, т.д. объекта в данной стилистике. Текст такой-то, такой-то техдремонт. Довольно стандартно, на самом деле. Техзадание. То есть нет у них ничего суперсложного и так далее. Давайте посмотрим, что нас тут ждет. Что нас тут ждет? Вот этот файл. Так, выбери свой карьерный путь в Сбербанкетинге. То есть это, в принципе, такая, типа, анимированная афиша, на самом деле, если по-простому, да? То есть это вот по-модному, там, киевизуал, вот это вот все по факту, вот анимированная афиша просто. Фактически, фактически со своей задачей она, наверное, справляется даже. С точки зрения именно визуала, конечно, есть момент. На самом деле, такое ощущение, вот у меня складывается, что работу делали два разных человека. То есть один человек делал 3D-шку, другой все это дело скомпоновывал, делал типографику. Потому что 3D-шка красивая, а типографика нет. Вот. Соответственно, возникает вопрос, а как так? Что у нас тут еще имеется по... Рефораскадровка у нас имеется даже, смотрите. Это я. Тогда за 3D-шку отдельный, так скажем, лайк. Так, скажи, пожалуйста, вот эти вот... Этих как его? Вот эти вот замечательные рефы, вот эти вот замечательные рефы, это все тебе давали, правильно я понимаю? Давали. На самом деле, на самом деле, вот в этих рефах кроется весь секрет успеха. То есть на самом деле можно было взять, просто стырить один в один. То есть 3D-шка в целом, ну, в целом понятные рефы. В чем рефы-то довольно простые. Что, так скажем, здесь основного? Ну, во-первых, много стекла, много стекла. И много довольно специфической HD-райки на 3D, что делать на вот такие вот отражения. То есть там какая-то HD-райка такая. Здесь у тебя на самом деле стекла нет совсем. Если так посудить, то фактически, ну, по рефам не подходит 3D-шка. То есть чисто вот этот логотип какой-то стеклянный, но он какой-то мутный, тухлый у него материал. И выглядит оно, если честно, как-то даже довольно странно. Давай мы блендер откроем. То есть если вне рефов смотреть, то выглядит шикарно с точки зрения 3D. Если по рефам, то оно не подходит, потому что материалы здесь вот. Ну, это прям очевидные материалы, которые надо было использовать. Соответственно, здесь хотя бы нужно было, хотя бы нужно было вот этот логотип Сбербанка сделать более стеклянным. Что у нас тут имеется по блендерам? Чем мы тут рендерировать с вами? Так, так. Давай посмотрим, что у нас по таймлайну. Хотя логотип Сбербанка у нас. Блин, я что-то не вижу. А, у тебя отдельный... А, ты не понял. Ты отдельно рендерилась что ли? Все. Вот флауру вижу. Отдельно логотип. А логотип-то где? Я понял. В принципе, подход здравый. В принципе, подход здравый. Единственный момент... А где логотип? Ты не прислала, что ли, проект? То есть ты самый главный не прислала? Или где? А, вот он. Все, вижу, вижу. Ты его просто... Я понял. Так, ну здесь. Материал, конечно же, у него пропал. Материал, конечно же, у него пропал. Но здесь, на самом деле, по материалу, достаточно было фактически сделать обычную какой-нибудь, типа, октан. Глаз октан. Что за глаз октан? Давай мы сделаем здесь обычный глаз. Для начала просто посмотрим, что из этого выйдет. Так, наша задача здесь, смотри, ведь в чем прикол? Прикол вот в этих вот кадрах. Прикол вот в этих вот кадрах, где он перекручивается. Соответственно, здесь, в нашем случае, ну видно прям темно. Так. Здесь там flower, camera lights. Нам надо бы как-то... Вот, нам надо бы как-то на... Наш объект вот этот вот. Вот, накинуть бы что-нибудь, чтобы посветлее было. Первое, что приходит на ум, а что у нас суждирайка? Ну, естественно, ты запаковал довольно криво. Вот, ты запаковал довольно криво. И у нас, естественно, здесь нет ничего. Тоже такой момент. Смотри. Вот я на Blender базовой, допустим, показываю постоянно. Ты когда присылаешь файл проекта, перед тем, как его присылать, ты должен сделать файл. Файл, файл, файл. Где это у нас история-то? External Data Pack Resources. Вот. И у тебя все твои исходники запакуются в файл проекта вовнутрь. И тогда уже его присылать. Потому что у нас здесь текстур особо нету даже. Вот. Соответственно, в данном случае, конечно же, хотелось бы... Хотелось бы сюда какую-то HDR-айку. Если честно. Чего-нибудь такое. Вот у тебя, в принципе, здесь неплохо. Но хочется, вот если по репу смотреть, то там какая-то студийная HDR-айка цветная какая-то. Не знаю. Надо бы посмотреть. Но давай попробуем здесь... Что у нас тут есть в Blender-кете какие-нибудь HDR-кете? Color. Studio. Сейчас мы что-нибудь в Blender-кете посмотрим, но не знаю. Допустим, вот эту. Естественно, у нас сюда и не хочется даже. Ну, понятно. Так, ладно. Давай мы возьмем здесь environment action. Environment action. Какой-нибудь HD-раечка такую забавную. На самом деле... Давай попробуем хоть что-нибудь какую-нибудь текстуру. просто вставить, чтобы посмотреть, что происходит вообще. Что-то такое светящееся-то вставить туда. Может, такую какую-нибудь штуку. То есть там задача именно, чтобы просто отражение было какое-нибудь. Ну, давай какую-нибудь такую ерунду вставим. Зеленую только. Вот. И на background ее посмотрим, как она будет отражать. Ну вот, она уже, видишь, отражать начинает у тебя здесь. То есть вот сюда вот подобрать бы нормальную HD-райку только по цветам. И, естественно, все делать комбинировать. Но скомбинировать надо было как? Чтобы на хоинте этого ничего не было, а был только HD-райка. Тоже по старой схеме. Нам надо бы сюда... Нам надо бы сюда... Mix Shader. Один сюда, один сюда. Это все сюда. И Light Path in Camera Array по дефолт сюда ставим. Вот этот местами. Вот. Чтобы у нас здесь, собственно, была какая-то такая уже история. Можно еще, конечно, было здесь подсветить как цветом. То есть взять какой-нибудь еще светильник. Взять светильник. Чисто обыграть это все дело, чтобы краешек светил. Светильник должен быть здесь тогда какой-то вот тоже по цветам более подходящий. Там какой-то зеленоватый, допустим, и так далее. И как-нибудь его здесь поставить, чтобы вот краешек здесь отражался. Здесь весь прикол именно вот в этой вот стеклянной штуке. Вот в этом вот отражении. Вот. И по материалу здесь. По материалу здесь у меня. Ну, то есть вот в конце можно было бы свет прям так выставить, чтобы побольше кусков отражалось. По материалу здесь у меня на Сбербанк обычный прям самый глаз. Прям вот самый обычный глаз. Можно, конечно, здесь типа Рафнеса побольше было сделать, но смысла нет. То есть фактически здесь простое, прям вот самое базовое стекло надо было отрендерить. Подобрать нормальную HD-райку и все было бы хорошо. То есть в целом в остальном-то здесь вопросов у меня бы лично не возникло. Так, давай Ая откроем тогда, посмотрим, что там с текстом. Здесь у нас был ответ. Прям вот он на поверхности лежит. Задача была сделать такую же типографику. И самый простой способ. Ты вот вообще, она прям тебе не похожа совсем на ту, которая была. Почему? Вот ключевые элементы. Вот сюда. Опа, заработало, смотри. Вот ключевые элементы. Во-первых, все написано строчными буквами. Это, я так понимаю, их, ну, одно из условий использования типографики. Почему ты написала капсом? То есть это сразу минус с точки зрения именно, ну, работает. Я бы сразу не пропустил, если бы я был там арт-директором, потому что у тебя есть четкий референс на типографику, четкий референс на строчные буквы, а ты им пренебрегаешь. Вот, это первый момент. Поэтому здесь сразу нужно было писать строчными буквами все. Второй момент, это, конечно же, работа с текстом сама по себе. То есть мало написать здесь слово «выбери» строчными буквами. Нужно же еще было непосредственно подобрать шрифт под это все. И самый простой способ здесь был подобрать шрифт, это написать слово, которое есть у тебя вот здесь на референсе, там, допустим, да, evolution, что там по-русски, по-английски, evolution. Вот, evolution. Соответственно, написать слово, написать слово, где у нас evolution, вот так сделаем. Вот, вот твой evolution, вот их evolution. И сидеть, подбирать шрифт под это. То есть, ну, во-первых, что мы здесь видим? У тебя какого-то черта вот эти настройки сбились. Они всегда должны быть по 100%. Дальше, межбуквенное расстояние. Но тут явно оно разное, поэтому нужно подкрутить. Сам все шрифт. Здесь буква О такая, чуть более широкая. Он похож на какой-то Монсеррат, если честно. Не он, но более-менее, скажем так. Но, может быть, тебе там даже давали шрифт. Я вот что думаю. Нет, не давали. Может тут... Там по-любому какой-то брендбук был. Фонс. Сб-санс. Ну вот, здесь даже шрифт есть. Но у меня просто этого шрифта нет. Соответственно, здесь как бы... Да вот, а зачем тоже куча шрифтов искать шрифт по картинке, когда вот оно есть. Ну, типа, ей же дали прям полный брендбук. Сиди да и... Сиди да и пользуй. Ну вот, пожалуйста, sb-санс. Сб-санс. Тут целый вот гайд я нашел от Сбера, как этими шрифтами пользоваться. Иконка. Е-мое. Вот, sb-санс дисплей. Я нашел даже шрифт, прям с сайта Сбера скачал. Ну вот. Во, есть. Наконец-то. Так, ну там, наверное, какой-нибудь регуляр, может быть. Скорее всего. Ну вот. Вот. Да, мне кажется, там лайт. Нет, не лайт, регуляр. Вот, соответственно, межбуквенное расстояние. Скорее всего, здесь ноль, межстрочно тоже авто. То есть, вот эти все настройки. И вот, у тебя, собственно, есть примерный, примерный, так скажем, момент. Теперь ты просто обменяешь на свое слово назад и пишешь. Вот. И, соответственно, здесь непонятно, почему ты капсул пошла писать. У тебя вот все готово. Выбери. Дальше тут свой. Давай я анимацию всю эту уберу. Чтобы там просто здесь ничего не двигать. Свой. Давай там свой. Свой. Путь. Я так примерно поставлю сейчас. Путь в. Карьерный тут еще у нас записалось. Ой. Теперь мегамаркетинг. Сбермаркетинг. Тоже, ну, у тебя там вообще все написано не так. То есть, непонятно зачем. Ну, допустим. Лого капсулу надо. Ладно, хорошо. Там, может, и пожирнее его тогда надо. Но это не суть уже. Вот. Соответственно, дальше здесь сидишь просто тыришь. Вот это все историю. Что там по референсу нас? Вот, у тебя, смотри. Эволюция вашего бизнеса. Вот у тебя выбери свой путь в Сбермаркетинге. А, Сбермаркетинг, погоди. У тебя отдельно, может, логотип вот здесь был вообще? Вот этот вот не было? Нет, ну, ладно, так напишем. А где галочка? Это ж не то. Вот этот шейп здесь зачем? У тебя должна быть здесь галочка вот эта вот сберовская. Она где-нибудь у тебя была здесь? По-любому где-нибудь валяется. Вот, вот тут вот по-любому где-то галочка должна быть вот эта сберовская. Ну и, соответственно, вот. У тебя здесь шейпы тоже не сходятся. Да, шейпы-то надо было стырить. Вот такой вот. Ну вот отстырило. Вот такого нету. То есть вот здесь вот выбери, допустим. Выбери. Ладно, хорошо, Денис, структура важна. Вот у нее все криво, и меня прям уже бесит, если честно, этот проект. Здесь надо было вот так вот. Где у тебя там референс? Все же есть, все референсы. Вот, пожалуйста, прям берешь и воруешь отсюда. Чего, как я не знаю. Вот тебе первый шейп. Там еще и по-любому где-нибудь обводка написано. Я сейчас искать не буду. Вот тебе первый шейп. Дальше. Смотришь под него, подгоняешь размер текста. Вот, вот это все отцентровать надо между собой. Дальше вот подоньше, вероятнее всего надо сделать. Выбери свой. Ну, опять же, проще скопировать уже выберем свой. Ой, как-то расставить это все дело здесь надо. Свой путь. Карьерный путь сбермаркетинга. Вот сюда надо было поставить какие-нибудь вот эти вот штуки сберовские. Там, кружочек со стрелочкой. То есть, вот сюда было бы хорошо, если бы встал вот этот же кружочек. Не сюда. Кружочек там с вот этой стрелочкой. Сберовские, которые они везде пихают. Карьерный путь как-то. Сгруппировать сюда. Вот этот шейп твой можно было поставить. Ну, здесь на самом деле все переделать им надо, да и все. Свой. Думаю, вот так сделаем проще. Вот так вот. Карьерный путь. В одну строчку напишем. Разве можно растягивать строк и фигуру такими способами? А кто что растягивал? А что мы сделали с кругом? Я его просто увеличил по скейлу и все. В чем проблема? Я же пропорции не менял. Ну, типа вот, хотя бы примерно так, чтобы поаккуратнее дальше. Здесь уже нафига-чуть шейпов. Свой выбранный по вертикали. Отнести еще. Ну, и соответственно, дальше уже просто здесь шейпов добавить. Вот, вот этих вот. Вот эту стрелочку, историю и так далее. Соответственно, тогда было бы лучше. Качество не падает. Где у тебя качество падает? Смотри. Где он у тебя падает? Скажи мне. Все нормально. Ну, это ШВЕК. Нормально. Вот. Соответственно, здесь проблема по тебе по графике бы у тебя решилась. Сама собой. Просто если бы ты по-нормальному расставил все эти элементы. Шрифт подобрать нормальный. Шрифт подобрать нормальный. И, соответственно, в этом плане как бы вопрос решится сам собой. То есть, в целом, работа-то неплохая. По материалу сделать, шрифт подобрать и, наверное, будет ок. И самое главное в типографике, опять же, смотрите на то, что вам дают по заданию. Вот у тебя по заданию, по заданию, все было сказано по раскадровкам и по всем историям. Почему-то ты написала капсом, почему-то ты межбуков на расстояние крутила. Ну, там же все это указано. Вы почему-то не смотрите на эти важнейшие моменты. Вот у тебя целый гайд, как использовать шрифт. Вот. Целый гайд. Дальше. У тебя миллион референсов. Вот тут вот. Смотри, как этот шрифт может быть использован. Вот. Ну, как бы берешь и делаешь. То есть, это самое главное. По, так скажем... По стеклянную плашку. По стеклянной плашке есть нет референсов. Это все. Ну, типа, вот такой ты имеешься. Ну, такая какая-то уже прошлый век какой-то есть, честно. Вот, кстати, классное решение. Смотри, я бы на него обратил внимание. Уход от цвета. Уход от цвета. Уход от цвета. Я бы попробовал на самом деле вот такую вещь провернуть. То есть, здесь видишь монохром. Монохром прикольно всегда. Монохром прикольно всегда. Монохром будет работать, наверное, всю нашу с вами жизнь. Поэтому в данном случае можно было бы... Можно было бы... Вот, кстати, там попробуй свой путь. Вот, у тебя вся типографика есть. Просто стырла и все. Вот, у тебя тут примерно даже количество слов совпадает. Вот, пожалуйста. Соответственно, это будет уже, скажем, дело. Пойдем дальше. Там у нас еще работа есть. Алексей. Давай смотрим. Так. Видео с объектами. Домашнее задание по теме перехода базового курса. Домашки с базового курса мы, конечно же, разбираем на базовом курсе. Поэтому здесь, так скажем, мы ее даже и трогать-то особо не будем. Мы, конечно, ее посмотрим. Но это, собственно... А, ну сегодня мы ее уже разбирали на базовом курсе. Поэтому, ну, как бы... Вопросов здесь нет. Алексей, пожалуйста, имейте в виду, что... Домашки с курсов разбираются на курсах, а не на стримах. Поэтому присылайте их лучше на базовый АЕ. Так, Екатерина. Что тут у вас? Он стоит за твое АЕ несколько месяцев, как из тренера, за твое задумал. Который, как понимает, просто проба пира. Хотелось узнать ваше мнение. Ну, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что у нас тут за проба пира. Так, коллект-файл, как минимум, нормальный есть. Уже хорошо. Так. Я так понимаю, здесь у нас три версии логотипа. Три версии логотипа. Ну, давайте откроем даже проектик. Посмотрим. Ну, как проба пира, конечно же, прикольно. Но вопрос в том, что ты хочешь с этой работой сделать. Если на какие-то стойки, то, конечно же, ее не примут. Вот, конечно же, ее не примут, потому что она, ну, откровенно говоря, простая. То есть, ну, вот, даже взять, если вот, там, вот эту версию. Она, откровенно говоря, простая. И нет в ней особо-то ничего, за что можно ее на стойке-то принять. Потому что, ну, фактически, анимация довольно такая простенькая. Давайте отрендерим, посмотрим сейчас. Типа автотрейс. Нет, это герса хиква, значит, такое. Сейчас посмотрим. Почему так мы включаем? Вот фиг у вас знаю. Сейчас пузырим. Он заблокирован. Там по-любому какой-нибудь эффект, типа синхрис, музыка, что-нибудь такое, мне кажется. Так, ну-ка. Анимация аккуратная, но довольно простая. То есть, в целом, приколь. А что-то такое вообще. Босс чё, ну, чё, я даже не знаю, чё это такое. АЕ прикол. Где тут? История, в чём прикол-то? Ну, есть анимашка. Зачем нам взять CC-композит? А, это типа лучи так сделал на CC-композитом. Всё, понял. Е прикол. Ну. Ну, анимашка прикольная сама по себе. Конечно же, можно было шлифт пожирнее делать. Ну, и так, в принципе, окей. Я сейчас не понимаю, чё вот это такое. Чё это за сдвиг такой? Для чего здесь столько ключей? Это типа тряску так сделать. А, знаешь, чё это такое? Это может скрипт какой-то. Это, короче, wiggle какой-то походу. Да, смотри, чё. Это, походу, каким-то сторонним скриптом сделано или ещё что-то. Нет, через expression. Смотри, оно как сделано. Здесь position. На position просто слайдер. Ну, типа value плюс. Ну, дефолтный, да? Value плюс. И вот эти вот ключи. Вот. А вот эти ключи, видимо, создалось как-то скриптом. Создалось как-то скриптом. Для того, что, ну, типа автоматизировано там через какую-то эту историю. Ну, наверное, прикольно. Наверное, прикольно. Ну, мы-то по старинке сделали бы wiggle. С точки зрения работы, конечно же, работа, ну, неплохая для опровы пера. И в целом вы здесь сделали довольно симпатичную анимацию. Скорее всего, мне кажется, по тутеру. Ну, а с точки зрения именно, так скажем, какой-то вот, ну, принадлежности этой работы, она, так скажем, простоватенькая, на мой взгляд. Но, как начало, в принципе, неплохо. Можно так сделать простым expression. Конечно, можно. Но, видимо, знаешь, в чем, так скажем, у меня здесь... Скорее всего, автор нашел какой-то тутер на ютубе, где был какой-то скрипт или что-то подобное. Вот, просто сделал по тутеру, да и все. Без каких-либо здесь моментов. Сделать-то можно как угодно, можно даже вручную сделать. Но здесь просто, видимо, такой момент. Так, смотрим здесь. Алена. Алена, привет. Я смотрел эту работу. Давайте почитаем, собственно, записочку. Записки нет ни хрена. Вот, сразу видно, Алена наш человек. Зачем нам что-то писать? Зачем нам что-то делать? Вот, мы посмотрим просто на работу с кошкой. На самом деле, работа крутая. Мне просто было интересно, насколько это коммерческая работа. Смотрите. И бешеный. На самом деле, очень прикольно. Немножко топорная анимация кота. Вот здесь вот, когда он позу меняет. Вот, вот в этом моменте можно было добавить какую-то анимацию. Какую-то анимацию, знаешь, прогибание такое дополнительное. Потому что сейчас есть одна только проблема. Вон, смотри, он когда вот так вот выгнулся у тебя. Вот, он стоит. Я вижу, как уши загибаются. Я вижу, как хвост выгибается. Но вот хочется чуть-чуть, чтобы он, вот минимальная анимация, может, там, подприсел немножко. То есть, вот какую-то еще анимашку сюда добавить. Вот, движение. И потом, собственно, вот этот момент тоже довольно топорненько выглядит. Вот, перехода в позе. В принципе, как бы пойдет. Почему? Потому что под стиль подходит. То есть, стиль же все равно такой здесь. Довольно мультяшный. И анимация выглядит по-мультяжному. Но, хотелось бы, конечно, ее чуть-чуть здесь улучшить. Вот, на мой взгляд, здесь можно было этот момент делать. Дальше, собственно, идет у нас вот эта вот сцена. Вот эта вот сцена, где код. Во-первых, обратите внимание, здесь переход. То есть, это уже другая сцена. Здесь переход у нас идет на... Вот, ты стоит. Опа. То есть, это уже другая сцена. Вот это прям очень хорошо сделано. И, как говорится, не палевно. Вот. Вот переход. Катучат тут лап своя не понравился. Ему воняет или еще что-то такое. Вот. И он погнал мыться. Дальше. Переход был, обратите внимание, через пузыри. Здесь. Вот. Через пузыри тоже выглядит... Не через пузыри, через типа вот эту пену. Тоже выглядит максимально здорово. То есть, нужно отдать должное Алене. Здесь она... Но она, в принципе, умеет в переходы. Поэтому... Здесь, как бы, не вот что прям чудо. Это сотворило. Но работа выглядит очень круто. То есть, работа действительно выглядит очень круто. С точки зрения именно переходов. Далее. Вот эта сцена, где кот купается. Вот к этой сцене вообще нам вопросов нет. Ну и пэкшот. За пэкшот тоже отдельный лайк. То есть, вот это прям очень круто. Обратите внимание на стиль вот этот текстурный. Вот. Она здесь его подчеркнула с помощью, видите, потертости вот эти вот гуляющие туда-сюда. В целом, довольно неплохо. Вопрос, как она... Ну, типа, потертости это, я так понимаю, тупо noise или это текстура. Мне кажется, они слишком такие, какие-то гладкие, на мой взгляд. Вот сами потертости, особенно здесь, когда вблизи вот эти вот, мне кажется, какие-то супер гладкие. Сейчас посмотрим. Ну вот, сейчас посмотрим, да, что это за скретча. Так, ну это какая-то текстурка вот такая вот у нее. Вот. И вот она, эта проблема. Видишь, они у нее гладкие. Вот, вот, я не знаю, вам, наверное, этого не видно, но мне глаз вверх. Я бы что сделал? Я бы, вот у нее здесь есть эти скретчи. Вот она, вот эта история. Вот она, вот эта история. Она еще турбулент дисплейса накинула, то есть, ну, в принципе, все прикольно. А можно было взять Round & Edges какой-нибудь. Да нет, Round & Edges здесь, наверное, нам не поможет. Ну, они такие какие-то, вот они прям. Да обычный, блин, я не знаю, фракталной положить на них. Обычно фракталной здесь по мультиплаю положить на них. И, собственно, сделать его маленький просто. Можно по скрину наоборот, если. И Brightness очень мало сделать. Вот, они были бы у нее чуть-чуть такие более уже занозенные. Вот, соответственно, было бы хорошо. Было бы хорошо. А так-то в целом очень круто. То есть, так-то в целом, на самом деле, вопросов к работе особо и нет. Прикольно. Конечно же, надо было чуть-чуть в конце вот эту сцену, вот эту сцену кота заставить подниматься чуть попозже, потому что кот очень сильно отвлекает с точки зрения именно просто движения, да, самого. Кот капец как отвлекает. Соответственно, здесь нужно было бы, конечно же, дать зрителю немножечко понять вообще, про что речь, как называется вот этот вот шампунь, так называемый, да, кошачий. То есть, это же типа реклама кошачьего шампуня, все. Вот, соответственно, нужно было вот еще хотя бы секундочку дать зрителю посидеть, просто посмотреть, что происходит здесь. И тогда уже после этого начать поднимать кота. Тогда это было бы еще лучше. Вот, но так тоже очень круто. То есть, это работа полноценно такая уже коммерческая. Есть какие-то микромоменты, но в целом, я думаю, что клиент даже и не заметил это. И, как бы, и радовался бы в работе. Вот, да, не успеваешь. Здесь, знаешь, в чем даже момент? Не то, что ты не успеваешь название шампуня прочитать. На самом деле, шампунь, то здесь типа надпись, вот, это пурпур. Его очень много где. Ты не успеваешь понять, что пур это и есть название. То есть не то, чтобы прочитать, ты не успеваешь понять, что пур – это и есть название шампуня. И не успеваешь рассмотреть бутылку. Все-таки в таких аспектах демонстрация самого товара, она тоже очень важна. И вот сама вся бутылка, просто как она выглядит, чтобы человек, когда пошел в кошачий магазин, и шел мимо, и увидел знакомую бутылку как-то вот боковым зрением, и сразу купил, вот для того, чтобы достичь этого эффекта, нужно, чтобы человек запомнил, как выглядит эта бутылка. А здесь вот лично я не запомню, как она выглядит, потому что у меня всего вот одна микро… одна сцена, где бутылка видна, как товар, вот, и, соответственно, сразу же код здесь поднимается. Пока я пойму, что здесь стоит бутылка, пока, естественно, мой глаз первостепенно полезет налево вот сюда, потом только нижняя строчка, а потом раз, так вот, уже все перекрывает. То есть здесь не та, что не успеваешь прочитать, а просто не успеваешь понять даже, как бутылка выглядит. А это крайне важно в данной ситуации, потому что, ну, бутылка… Ее продублирует, ванна на полочке не прокатит, на самом деле, потому что ты, ну, ванна на полочке. Полочка довольно далеко, вот здесь вот, смотри. Вот, полочка довольно далеко. Во-первых, здесь нет полочки, на которую эту бутылку поставить. То есть, ну, куда? А здесь вся композиция, она уже занята, то есть на стене нигде ничего не намутишь. Приколхозить ее где-то здесь, там, на уровне ванны, тоже будет смотреться плохо. То есть здесь по кадру она никак не влезет уже. В ванну на край, мне кажется, она все испортит. У нас есть проект, давайте попробуем. Но мне кажется, она тупо все испортит, если честно. То есть, в этом здесь тоже есть большая проблема, в том, что, на мой взгляд, без какого-то колхоза… Без какого-то колхоза не поставишь эту бутылку. Где у нас тут бутылка-то? Бутылка-то, что-то по-дебильному сделан, тут надписи отдельно, бутылка отдельно, миллион слоев. Это тоже, конечно… Это тоже, конечно, не очень хорошо. Что, нету бутылки-то просто как бутылки? Нету, ну, давай возьмем, как есть. Вот у нас, вот сцена. По композиции, Денис, ты какую сцену имеешь в виду? Здесь их три. Наверное, вторую, да, с ванной? Сцена ванной перегружена. Да нет, нормально все. У нее, смотри, как она откадрирована. Смотри, у нее сцена изначально вообще какая. Она ее откропила здесь. Нет, слушай, цена, в принципе, на мой взгляд, окей. Но бутылку я бы туда точно никуда не ставил. Ну, типа, вот у тебя сцена. Типа, вот эта бутылка. Куда-то ее сюда ставить. Весь антураж портится. Она больше похожа, знаешь, на что? Не как шампунь, а как будто горчица на хот-доге стоит. Ну, вот реально. Хочется нажать, чтобы на хот-дог горчицу выравить. Точно нет. Да, мне кажется, это бесполезно. Поэтому здесь единственный момент, где мы можем себе позволить бутылку поставить, это вот как раз таки фэкшотная сцена. Ну, соответственно, для фэкшотной сцены нужно заставить кота. Нужно заставить кота здесь. Немножко пополезь заниматься своими гимнастическими упражнениями. То есть, ну, наверное, где-то вот тут вот. Он должен начать заниматься гимнастикой. Два, два с половиной. Ну да, где-то так. Вот где-то две с половиной секунды у нас здесь остается на то, чтобы понять, что происходит. Пытаться прочитать текст. Попытаться прочитать текст. И, соответственно, ну, увидеть, что здесь все нормально. То есть, фактически, вот это единственная проблема здесь, это фэкшот бутылки. В остальном, вроде как, все неплохо. Татьяна! Давайте посмотрим вашу работу. Ну, опять же, работа Алену очень крутая. Здесь, как бы, тоже такой момент. Начинаешь, эмоцион-дизайнер, пробуйся, и как иллюстратор. Роман и коммерческая работа для портфолио. Интересно посмотреть. Давайте посмотрим. Очи-ан. Очи-ан, очи-ан. Так, ну, здесь на самом деле есть два момента. Первый. Нравится анимация. То есть, анимация действительно хорошая. Она такая довольно плавная. При этом графики на камере довольно хорошо реализованы. В целом, и в целом, она, так скажем, не вызывает каких-либо там именно негативных моментов. То есть, по анимации здесь все очень круто, на самом деле. Вот именно по движению камеры и по внутреннему движению каких-либо там объектов. Смотрите. Опа. Здесь паруса, так скажем, задуло. В принципе, все ок. Есть другая проблема. Самая первая и самая, наверное, главная проблема – это блюр. А точнее, depth of field, который здесь попыталась сделать. Не надо. От слова совсем. То есть, вот этот блюр на фоне, который типа там расфокус, еще что-то, он только всю картинку испортил. Вообще, в целом, в шейповой графике довольно трудно оперировать с таким блюром, когда речь идет именно про вот такие вот какие-то сценки. Соответственно, есть такое, типа, негласное правило, что его здесь лучше не использовать. Его здесь лучше не использовать и в целом, так скажем, лучше как бы совсем не работать с ним. То есть, в целом, здесь блюр и вот здесь вот этот блюр, он тоже все портит. Убери ты здесь блюр, у тебя будет нормальная шейповая графика, такая более линейная, более такая простая в нашем понимании, да, и сразу будет лучше. То есть, блюр здесь твой враг. Второй твой враг, это попытка работать с дисплейсментом. То есть, здесь вот из-за того, что ты используешь эти трубленные дисплейсы, оно как бы, вроде как на первый взгляд выглядит неплохо, выглядит неплохо, но на самом деле выглядит не очень хорошо. То есть, вот эти вот всякие волны и так далее. Здесь нужно было заставлять рыб поштучно двигаться по траекториям. То есть, не искажать их, а именно поштучно прям брать рыбку каждую и двигать ее по траектории вот этой волны. То есть, прям вот таким образом. Можно было даже нарисовать ей типа траекторию. Какую-нибудь более обычную. Типа вот твоя рыба. Можно было просто нарисовать ей вот эту траекторию движения по волнам. Какой-нибудь вот такой вот. И скопировать ее в позицию. Ну и наоборот. Позицина ее скопировать. Вот. Как это удалить. Вот. Соответственно, здесь ты бы столкнулась с тем, что у тебя она не поворачивается теперь по вот этой истории. Здесь нужно было бы автоориент использовать. Где у нас тут автоориент? Ренталон пас. И вот бы она у тебя вот так вот. И каждую рыбу вот так вот надо было двигать. То есть, отдельно анимировать надо было каждую рыбу, чтобы, ну, работа действительно смотрелась более наполненной. Так. Если убрать волюр, все перекроют друг друг, как это исправить? Изначально расставлять так, чтобы ничего не перекрывало друг друга и чтобы все было видно. То есть, в этом-то и главная сложность. Опасити ни в коем случае применять здесь нельзя. Здесь нужно как раз таки изначально выставлять без вспомогательных чит-кодов, типа там, блюра и так далее, чтобы все это располагалось хорошо. Это в целом задача во многом иллюстратора. Создать вам вот эту композицию, которая будет выглядеть, ну, подобающим образом и которая действительно будет выглядеть хорошо. То есть, это тоже большая, большая работа. И здесь необходимо, так скажем, было это учесть. Почему-то здесь решили это заместить блюром, ну и, ну, на мой взгляд, блюр здесь, он вообще не в кассу. Ну, а так, в целом, остальное вроде неплохо. Какие-то то, что человек просто, как бы, а я как хобби изучаю, так это вообще великолепно. Но есть, конечно, момент, который хочется наделать. Так, Максим Садовский. Чехто наложения можно использовать? Не, не надо. Вообще, Денис, смотри, шейп это такая вещь, внутри которой вообще ничего нельзя использовать. Вот, в идеале шейповая анимация, она должна исключительно быть на основе фигуры и движения. Без каких-либо, там, эффектов, режимов наложения и так далее. За редким исключением можно использовать режимы наложения, так как это сделала Алена с Кретча. То есть, можно там фракталной с черно-белой накинуть и черный фон... Черный фон вычесть с помощью непосредственно этих всех моментов. Так, Максим, смотрим. Коммертика работа, заставка для шоу. Хотели, чтобы по типу стоп-моушена. Это футбатл, что ли? Футбатл. Так. На самом деле, работа прикольная, я смотрел уже, естественно. Работа прикольная, но есть вопрос большой, ответ на который кроется в твоей записке. Давайте посмотрим сначала работу. Работа прикольная. Так, немножко забегая вперед, тут Денис и Сергей. Короче, сейчас мы вот эти закончим, так как у нас тут, в принципе, время-то есть. И Денис, и Серега, посмотрим ваши работы. Раз вы тут. Сейчас мы давайте с этими закончим. 4 гига весит архив, а зачем нам 4 гига архив? На 4 гига мы не успеем, ну типа мы его качать будем, сколько? Там по-любому какие-то исходники. Пришлись, Сергей, можно скинуть без исходников, без футажей и вот эта вот вся история? Просто видеофайл и записку. Там 3D, ну такая какая разница? Так, ладно, давайте мы к работе Максима. Итак, здесь задача какая? Во-первых, это коммерческая работа. Задача ее какая? Открывашка-заставка для программы Food Battle. Ну какая-то передача где-то там показывает. Вот, и есть в ней одна проблема. Она вроде крутая, вот особенно есть тут, смотрите, много всего интересного, много действительно каких-то важных вещей, много красивых кадров и так далее. Но, на мой взгляд, на мой взгляд, в ней нет четкого стиля. У нее намешано все подряд. То есть намешаны и 2DFX, вот эти вот, которые Дениска на них спрашивает, где взять. Намешан стоп-моушен, намешаны коллажи с реальными картинками, намешаны анимашки, намешаны, так скажем, всякие разные режимы наложения, перекрытия, здесь какие-то, вот это вот еще какие-то бумажные текстуры. Это вроде как должно было смотреться как нечто такое, что-то необычное, смежное, но из-за того, что, видимо, не прорабатывали каждую сцену отдельно, то есть, вот правильно Максим сказал, не было четкого ТЗ и приходилось импровизировать. Здесь это выглядит, ну, несколько, так скажем, короче, без нормального ТЗ результата ХЗ, вот это вот ХЗ, это выглядит как непосредственно какое-то вот, ну, попытка смешать все и вся. Я бы отсюда, во-первых, убрал шейпы, то есть я бы убрал шейпы вот эти вот, точно, я бы убрал непосредственно какие-то вещи касательно коллажей, то есть я бы их упростил, я бы убрал 100% анимации текста такие с колебаниями, вот такие вот, я бы добавил, опять же, тебя просили сделать больше стоп-моушена, я бы добавил сюда больше стоп-моушена программно, как-то прям в АЕ, опять же, постарай с таймом каким-то, еще чем-то, то есть здесь стоп-моушена там маловато, здесь очень много именно анимаций. Ну, вот, допустим, смотри, текст, текст здесь нужно было стандартизировать, если это заставка какого-то шоу, да, то текст здесь нужно было стандартизировать и располагать его в едином месте на экране, то есть плясать по сценам от текста. Допустим, у тебя вот здесь вот текст по центру, футбат, далее здесь, вот в этой сцене у тебя 16 доставок, тоже нужно было стандартизировать, изначально ставить его в центр экрана, а потом уже вокруг него все это расставлять, потому что если вот, ну, не нажать на стоп-кадр, то даже и не поймешь, что здесь есть этот текст. То есть проблема именно в том, что текст нечитабельный. Вот, дальше, следующая сцена, вот, футбаттл, что-то вот, что-то тут, даем оценку, баттл, опять слишком много надписей футбаттл. Мне не нравится, что, во-первых, текст, половина текста нечитабельная, нету четкого, так скажем, сценария по тексту. Общей стилизации не хватает, то есть у тебя все как-то разрознено, что ли. Грязноватенькие фаны, места, вот эти пакеты, которые ты использовал, ну, немножко грязноватенько, если честно, можно было бы почище сделать на основе текстур. Самое, так скажем, стрёмное, что здесь есть, это тени. Блин, ну, в 2024 год тени, это, конечно, ну, довольно спорная история, потому что в данном случае тени, наверное, вот такого формата уже давно нигде не используются. Поэтому тени, конечно же, хотелось здесь отбросить, тени хотелось здесь отбросить, чтобы их не было. Соответственно, отбрасываешь тени, у тебя становится картинка чище. Год назад делал почти. Так и год назад не использовалось, в этом прикол. В 6 никто нигде не использует тени. Да какой 6? Уже лет 10. Смотри. Вот этот текст чёрный. Вот пока на стоп-кадр не нажмёшь, ты даже не видишь, что он тут есть. То есть настолько он нечитабельный, что ты реально пока на стоп-кадр не нажмёшь, не видишь, что есть. Вот первая сцена, вот сюда бы более яркий текст, сюда бы более яркую, так скажем, историю именно со шрифтами, было бы окей. Вторая сцена. Ну, стоп-моушен не хватает, анимации на тексте много, можно было бы больше стоп-моушена сделать. Мне не нравятся вот эти какие-то кусты, вот эти вот какие-то змеи тут, вот это вот, ну, чё-то... Оно вроде интересно, и оно вроде как бы по стилю-то прикольно, но оно как-то непроработанно выглядит. И, допустим, змея вот здесь вот стрёмно выглядит, кусты вот эти стрёмно выглядят. Если бы просто была вот эта вот картинка с морем, с таким типа вырезанным фоном, было бы прикольнее. И просто здесь типа чан с едой было бы прикольнее. То есть стиль на самом деле здесь он довольно сложный, и проработка здесь требуется довольно большая. То есть 16 доставок это вообще нечитабельная история. То есть текст здесь вообще не стандартизирован, текст не стоит на месте, он вечно где-то у тебя путешествует по экрану. В этом плане, конечно же, не очень хорошо. Ну, вот так в целом вроде ничего. Но хотелось бы, конечно, больше проработанности и аккуратности. Вопрос, где взять эти 2DFX и со стоков стырить. То есть это же всё на стоках скачанное, поэтому здесь не вот что прям. Ну, элементы. Так. Сергей Малкин, мы идём смотреть вашу работу, я скачал архив. Согласованная атмосфера. Чё-то какая-то реклама. Не по всему. А у меня нет записки, поэтому я пытаюсь, конечно, что-то у нас... Тут Redmi какой-то ещё есть. А, вот, я нашёл Redmi, всё. Да, 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 я нашёл Redmi. Давайте мы вот так вот сделаем. Так, коммерческий проект для бренда верхней одежды. Reference. Есть reference. Вот это хорошо. Так, так, откроем. Потому что... Даже ссылка не скопировать это вот. Как она быстро открывает. Есть чёткий сценарий. Есть чёткий сценарий, а точку-ка. Сценарий, понятно. Вопросы. Сейчас послушайте комментарии по поводу освещения в сценах. Сейчас посмотрим. 11-я сцена очень криво сделана молния. Отначально делал куртку в мою волос-дизайн. Там нет возможности анимировать молнию. То есть, я не имею через костыли. Какая-то куча артефакт выглядит ужасно. Вопрос... Курорт на олимпе с курткой волос-дизайн. От куртки при анимации. Так, ну давай посмотрим. Давай посмотрим. Отчаст по пояснам, это так надо. А, фпс для превью, понял. Отчаст по пояснам, это так надо. Так, ну смотри. Что касается работы. Вот это что за рендерс? Все это дело. Расширен. Знаешь, почему-то очень сильно напоминает cycles дефолтный, блендеровский. И не знаю почему. Вот я прям смотрю и cycles. По внешке. Здесь смотри. Я не знаю, какая была стилизация, какая задача. У нас там открылась, может, вот эта штука-то. Нет, не открылась, конечно же. Ну ладно. Согласованная атмосфера. Согласованная атмосфера. В моем понимании, в моем понимании, не хватает здесь контраста. То есть, в моем понимании, должен быть лес чуть темнее. А, Вори, спасибо. Ну ты прям этот, не спила референс. Все как мы любим. Ну здесь, да, здесь тоже все хуже. У тебя лучше рендер вот этой сцены первой, чем в рефе. У тебя прям сильно лучше выглядит. У тебя, во-первых, лес на насыщение объемнее. Во-вторых, у тебя в рендере вот эта вот сцена, она выглядит, как, знаешь, что, как... Как какая-то игра компьютерная лохматых годов. То есть, вот прям такая, типа, история, типа, как... Far Cry 2, вот что-то такое. У тебя выглядит более интересно по, так скажем, внешски. То есть, вот эта история нравится очень хорошо. Дальше. Вот эта сцена, конечно же, я не знаю, насколько это согласовано и стырено. Вот. Ну, как бы, окей. Но у него в рефе эта сцена выглядит лучше. Почему? Потому что у тебя слишком плотный текст. Вот. У тебя слишком плотный текст, я бы ему опасить прибрал немножко тексту. Потому что здесь у него, видишь, как-то оно поживее выглядит. Вот. Но это бог с ним, это мелочи. Дальше смотрю. Дальше смотрю. Вот эта сцена с деревом. Тут курточка стоит. ППС. Ну, конечно, с таким ППС я не могу оценивать там анимацию и прочее. Но предположим, что здесь все отлично. Я бы вот в данном случае, в данном контексте, конечно же, по свету сделал бы акцент именно на куртку, а вот слева-справа сделал бы темнее. То есть, тоже стандартный такой прием. Потому что вот здесь это просматривается. Здесь это просматривается. Здесь это просматривается. У тебя по бокам, видишь, потемнее, чем по центру. А здесь в том моменте, когда надо показать сам товар лицом, у тебя почему-то свет ровный. У тебя почему-то свет ровный. Здесь, ну, банально можно было просто светильничком, вот так светильничек ограниченный поставить вот сюда вот. А по бокам бы все это, ну, зацвело, скажем так, в темноту. дальше вот эта сцена ну вот здесь опять же в принципе прикольно вот вот у меня вопрос почему ну-ка как в референсе у нас тоже так же что да нет в референсе нет такого разноса по контрасту как а ну тут типа лес ночью сделали смотри прикол в чем в референсе если ты ориентировался на разнос по цветам между началом референс и вот этой сцены то это неправильно смотри в референс они как сделали здесь типа лес днем вот ну такая светлое время суток здесь лес ночью у тебя получается что тут лес примерно в одно время суток вот что тут на самом деле он выглядит примерно так же где-то сцена вот он выглядит примерно так же просто более контраста то есть если я на первую сцену на фига чуть чуть больше контраста на будет выглядеть примерно так же это не похоже на ночной лес то есть если ты хотел сделать ночной лес здесь нужно было сделать ну прикол в чем вот в этом фонаре желтым здесь здесь нужно было сделать тогда фонарь какой-то как будто вот он искусственный а у тебя это выглядит как как солнышко светит такое типа то здесь именно в этом моменте можно было конечно пожирнее использовать вот это бы сцену до начала то есть вот когда берешь не хватает контраста вначале вот 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 здесь у тебя все хорошо вот этот уровень освещенности до начала а здесь делать какую-то еще более жирную ночную сцену с каким-то вообще прям сразу видно неестественным светильником там другого цвета здесь они не просто так специального сделали здесь вот не специального сделали здесь именно желтым чтобы он просто отличался поэтому здесь быть можно было использовать то же самое далее чего у нас тут у нас есть и смотреть по очень криво сделано молнии начали сделал куртку где-то в марвел оси там нет возможности анимировать молнию так сделать и синимать через кастыли привыкли снос например куча артефакта выглядит ужасно какая разница как это выглядит на так скажем во вьюпорте если на превьюшке это выглядит сносно ну типа как бы я сделал молнию два клонера с вот этими фигу фиговинами да и все то есть здесь на самом деле здесь на самом деле у тебя первых две сцены должна быть это прекрасно знаешь через план брак ну так ну на самом деле я тебе к чему здесь не вот что прям то есть два сплайн рапы просто двигаются друг на дружку что ли у тебя типа левый правый они просто двигаются два клонера через через пандра по сдвигается то никак через что через позицию с помощью бенда ну наверное в целом окей ну вот я не вижу на аниматике каких-то артефактов каких-то проблем да коллег 4 гига весь но я не буду 4 гига качать ты брел 4 гига только он без коллег вот сергей малкин я скачал архив сергей малкин здесь нет коллекта вот здесь просто видос все есть 14 а ты обновил сталевая перезалила другой архив а понял ну сейчас посмотрим ну типа как евро фреш на youtube тут раз записывал месяц полгода назад тут типа вот по этим способом что там же в чем суть у него стоит в том что изначально конечно у него более простая ситуация у него изначально как бы это ну типа улучшить изначально ну это прям крайне тяжело я даже не стал этим заниматься то есть изначально нужно создать сплайн нормальный прям по контуру прям по контуру сделать так же клонером поставить молнию и потом клоу с тегом это все привязать чтобы она была привязана то есть вот как юра фреш сделал но это геморрой ну то есть в принципе ты правильно сделал по факту здесь не не так-то много способов уж если честно то есть в целом ты сделал ну типа правильно вопрос то что ты просто куртку не привязал к этому всему то есть здесь надо было ровнее поставить и куртку просто привязать но здесь на самом деле ну довольно тяжело это сделать хорошо и по уму конечно же по уму молния должна была быть уже на модельке то есть по уму молния должна была быть уже на модельке и твоя задача была ее просто минимальными телодвижениями как-то согнуть просто визуально чтобы она типа застегивалась не угружается услышали марвел с марвел сам ничего же не подскажу то есть в идеале конечно надо чтобы молния была уже на модельке то есть мне кажется надо проще искать как извлечь ее из марвеллс потому что будет у тебя молния сразу на модельке здесь бы не пришлось вообще ни с чем париться чё там еще у нас там еще какой-то момент был сцена 13 мех отстает а где место стоит и и и и и и а где место стоит и что-то не вижу типа здесь вроде всего ок вот на этой сцене программирует на этом фпс где куртки летят две штуки а вот здесь типа у тебя мягко встает типа здесь вы просто нету а запекать если и так но здесь надо бы конечно коллег посмотреть лучше а можем знаешь как сделать а ты можешь telegram написать в этот какого отсюда вот ой пардон сейчас вот эти не давайте подписываться на телеграм-канал там можно написать в закрепе пост чат-бот вопросы напиши пожалуйста туда и я так скажем посмотрю уже большой коллег после стрима там может завтра и попробуйте что-то подсказать сейчас чтобы сейчас просто не качать 4 гигантом вот так на будет проще всего вот так здесь вроде окей денис у нас все остается на очереди я обещал разобрать работу дениса также и несколько на нем ну давайте посмотрим что у нас тут написано записки творческая анимация здесь чисто творческая анимация но царит да вот я допустим клиент твой ну вот я как должен догадаться я знаю что в файле проектов у дашь лежит обычно ну все исходники с коллег ты я даже и мысли у меня не будет туда заглянуть потому что ну я знаю что мы сходники лежат а если я так скажем не знаю что мы сходить и даже ну я не полезу вот как я должен догадаться что он там вот как никак логично смотри знаешь что не нравится не нравится пропорции анимация бомба то есть с анимацией здесь прям вообще все хорошо анимация бомба все круто кайфово интересные так далее мне не нравится искажение пропорции на тексте ну просто потому что терпеть это не могу то есть ну вот эта история я прям вот как бы это сильно не выглядело и как бы ты ну не подходила сюда я ненавижу анимацию искажения пропорций у объектов поэтому здесь я бы просто выкинул работу чисто и но все остальное очень круто то есть даже здесь с учетом вот здесь это оправданно то есть здесь искажение пропорции оправдана тем что это тип вот эта мультяшная история как он типа двигается это окей здесь это нравится здесь это интересно вот в тексте не нравится вот это сразу знаешь чё да да смотри а шейпа движения шейп мы можем себе это позволить потому что в целом это простые фигуры которые технически можно хоть как-то чуть-чуть это ну так скажем реализовать но текст чаще всего текст это название компании допустим на какое-то и использование подобного типа аниматором здесь с искажением пропорций она но добавляет никого типа знаешь ребячество какого-то и убирает вот это вот солидность и чаще всего клиент придет скажет ну это какая-то херня как для детского стадика вот если по-честному и напорит тебе всю работу скажет вообще все давай переделаем заново а все будет крыться именно вот в этой анимации то есть чисто увидев вот эту анимацию он такой ну вот как знаешь как для детской передачи на субботу утром понял по телевизору раньше было двухтысячные годы вот вот то же самое из-за этого пострадает вся работа и пострадают все вот эти крутые анимации которые мы видим здесь вот это вот все вот это все вот или все великолепные анимации по частям вот это офигенная анимация фонаря и прочего прочего она все пострадает и все это у тебя закроют запорит и скажет denis иди переделывай все заново и вообще мы не так хотели а все будет за вот это вот тупо текстовой анимации поэтому с текстом здесь нужно всегда быть аккуратнее я бы сделал как позицию позицию напасть эти снизу чуть-чуть вот проще простого смотри как бы я анимировал этот текст чтобы то было чтобы все было так как на мой взгляд клиенту надо вот берешь свой текст анимает позицию причем не сильно далеко вот так вот опасите именно здесь можно было добавить опасите на тексте вот range селектор старт а это не шейп это текст в этом-то прикол в тексте вот смотри вот это то слух тот случай когда можно то есть в тексте можно использовать подобную вещь текст это не шейпы то есть тут тоже есть тонкая грань вот вот такая анимация причем я пошел в адвен и бейстон поставил бы ворс обязательно чтобы меня по словам чисто было и вот типичная корпоративная анимация вот даже можно было еще вот так вот чуть повыше поставить вот все да 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 здесь на самом деле попроще вот реально попроще и все в остальном работа офигенно и очень нравится наверное вопросов к ней больше ну нету даже пакшот есть да наверное здесь все окей как 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 бы я сказал тебе в рамках а я базу 9 баллов ставлю текст пофиксит будет здесь так ну теперь друзья так как мы с работами ты здесь закончили давайте у нас где-то здесь была презентаж чека вот хотелось бы естественно сказать что данный стримчанский проводился в рамках летней акции profile school и прямо сейчас до 10 июля вы можете записаться на курсы по after effect cinema 4d блендеру davinci fusion и прочему прочему на сайте profile school точка ру со скидкой 30 процентов вот соответственно можно купить курс в рассрочку в рассрочку платите половину сразу половину после окончания собственно экватора курса а также есть возможности 25 июня по 10 июля получить персональную скидочную карточку учащегося если купите два курса 10 процентов постоянная скидка на все курсы 3 курса 20 процентов и 4 курса 30 процентов бриллиантовая карточка с постоянной скидкой на все курсы а что касательно того что ближайший курс елена а какой курс ты имеешь ввиду вот это важный момент елена задает вопрос ближайший курс в сентябре но у нас курсов то очень много в этом-то суть а е базовый так ближайшая группа я базовый давайте мы посмотрим это кстати сейчас а я базовый проходит уже по новой программе то есть это новый курс а я базовый ближайшая группа у нас 10 сентября но я так понимаю что потом откроется новый то есть я как бы не занимаюсь составлением расписания чтобы вы понимали это же тоже ну как бы работа собственно школа пропалку поэтому после так скажем закрытие набора на эту группу откроется набор на следующую группу я так понимаю то есть это все моменты уже к непосредственно школе но если здесь нет набора на следующую группу то я рекомендую на сентябрь конечно записаться естественно да вот вам ссылка на курс а я базовый новый там сейчас абсолютно новая программа вы можете посмотреть новое онлайн занятие первое бесплатно как всегда по традиции то есть вот здесь во первых занятия стали более актуальны с учетом современных реалий занятия стали более насыщенные более так скажем подробно очень многое поменялось именно в работе с новой версии а я очень много поменялось с тем что мы теперь имеем нормальное 3d в after effects но более-менее уже мы имеем нейросети с вами во всех смыслах этой фразы соответственно здесь мы можем тоже этим пользоваться и вот допустим лекция сегодня открывается для текущий группа ее базовой называется она эффект режима наложения выражений здесь есть собственно тема создания нет-нет вот вот эта работа чат-гпт для создания экспрессионов на крайке не рассесть он работает да ну она же понимаешь она же не внутри программы то есть мы используем тот же самый чат гпт для создания экспрессеров мы используем генеративные нейросети для создания концептов мы используем генеративные нейросети для создания нам исходников и прочего прочего то есть а фактически это не внутри а и это просто вспомогательная история но которая также на курсе я посчитал нужным обозревать почему нет потому что это действительно удобно вы узнали сколько нейрогенерированных текстур я переделал переходы продал вот это все конечно же интересная история о которой вы естественно поговорим вот так же естественно не забывайте интеллект подписываться все так скажем апдейты все обновы все наши истории они всегда есть телеги его допустим у сергея малкина есть вопрос по ссылку на телегу чернал сергея малкин есть вопрос довольно большого характера на который в котором я ему согласился помочь вот он и вот я вижу кстати написал уже про куртку вот как в ближайшее время как я тут немножко подразгребу дела я посмотрю и отвечу вот друзья рад был с вами со всеми здесь увидеться рад был с вами со всеми здесь поработать лишний раз встретиться пообщаться собственно записывайтесь на ближайшие группы потому что дальше не знаю что будет с расписанием вот до скорой встречи всем огромной удачи подписывайтесь на телегу и всем пока